В последнее время в Кузбассе участили звонки от операторов колл-центров, расположенных на Украине и в других недружественных странах. По словам главы региона, деньги наших жителей уходят на счета аферистов, а потом уйдут на покупку оружия для ВСУ, дронов, снарядов. Скорость перевода моментальная. Только платеж дел, все, денег уже не существует. Они уже собираются, все на одном счете, и уже на эти деньги покупается оборудование. Для уничтожения наших людей. Будет создан оперативный штаб сегодня, который будет работать в режиме 24 на 7. В этот штаб будет стекаться вся информация от МВД, от ФСБ. По каждому случаю, в каждый день, по каждому случаю будет проводиться разбор. По каждому случаю будет проводиться разбор. Каждый случай будет анализироваться. В регионе будет усилена профилактическая работа в трудовых коллективах и в оборудовательных организациях. Людям будут рассказывать о новых схемах, которые используют мошенники. Также усилит разъяснительную работу средства массовой информации. В деятельность включатся операторы сотовой связи и банки. Первым рекомендовано проработать техническую возможность автоматической блокировки спам-звонков. Вторым пересмотреть схему выдачи кредитов. Усилить контроль за переводами и обналичиванием крупных сумм. Также банковских работников обяжут обращать внимание на эмоциональное состояние людей, приходящих к ним за кредитом, и в подозрительных случаях звонить в полицию. Вечена важность профилактической работы со школьниками и студентами, которых мошенники используют как курьеров в своих преступных схемах.